Больше, тут курица есть, и получается лепёшка есть, что даже меньше, по-моему, в оригинале. А, здесь меньше, чем там, потому что там вообще маленькая была, здесь ещё меньше. Опа! А? Вот, даже сейчас всё получается. Я уже пробовал всё это, мне просто надо что-то не письмо. Он волнуется при заказе еды, видишь, да? Я волнуюсь, да. Уже видно, как он волнуется при заказе еды. Я переживаю, да, как бы у меня очень такие чёткие гастрономические пристрастия, я не тушу мясо, я люблю рыбу. Вот, и хочу что-то заказать. А есть такие вот штучки, но с рыбой? Они почему-то только с свининой. Как думаешь, какие сексуальные комплексы вам подавляют тем, что не ест мясо? Интересно. Связано ли это? Ну, мне кажется, да. Возможно, Юрию охота тракнуть свинину, и он, как бы, отказывается от этого полностью. Возможно, да, потому что, когда он её ест, он вожделеет, мне кажется. У него начинаются сексуальные фантазии, и когда он её ест, он думает, да-да-да-да, сейчас, да-да, лучше не есть. То есть он выбрал не ест... А курицу как? То есть, это нормально. Курицы... У меня был один знакомый, который занимался в деревне офицем с курицей. Верни, что там с курицей? Чё там, что там, леки сюда календарь, верни, что там с курицей? У них что там за рыба-то, за курицей? Я сейчас всё расскажу, блядь. Почему не ешь мясо? Потому что жалко животных. А курицу тебе не жалко, тварь такая? А рыбу тебе не жалко? Ты думаешь, рыбе не больно, когда ее ловят? А ты в курсе, что у дерева тоже есть душа, а ученые доказали? Ну, какие ученые доказали? А рыба? Мировое сообщество ученых. Ну, когда ты мне представишься документы, я тогда посмотрю. А, у рыбы, там у тебя рыба с документами ходит, что-то такое. Такая взрастья рыба. Ну, я, кстати, из двух зол выбираю, ну, меньше. Какой? То есть, если рыба молчит, значит, ей не больно. Кстати, ей тоже доказано, что ей тоже больно, но это... Вы вообще говорили о том, что ты стесняешься на камеру рассказывать какие-то вещи. И что с этим делать бы? И какая параллель с тренингом, с женщинами, с тем, что парни? Нет, нужно больше практики, вот. Если меня там поймать где-то в процессе работы, как бы, я уже вижу, что меня снимают, тогда я не переживаю, не волнуюсь. Вот. Когда я выполняю свою настоящую работу, то есть тренерскую, я делаю ее хорошо. Но позировать на камеру, я считаю, что это не настоящая работа для меня, поэтому, мне кажется, что... Отмазался, да? На самом деле, Юра правильно сказал, что и съемка видео – это тоже настоящая работа. И когда, кроме волнения, у вас должен быть еще опыт, должны быть конкретные навыки, над которыми нужно работать, и тогда у вас будет получаться лучше. Тут для Юрина проблема в другом, потому что он до сих пор, несмотря на то, что он тренер нашего проекта, он до сих пор не проработал вот эту штуку, что страх оценки и перфекционизм, да, что, типа, ну, это мое мнение, да, что, типа, как это так? То есть, потому что, когда ты Юра настоящий, ты настоящий, как ты начинаешь снимать, ты такой хуяк, надо быть круче, надо быть, видишь, да, и вот этот вот перфекционизм тебе, вон, тебе мешает, а в свою очередь мне мешает, понимаешь? Потому что, если есть разница, что там пишут, даже в комментариях, вот, ну, по сути, как бы... Конечно, потому что не читаешь их. По идее, да, нет, я иногда все-таки захожу, когда вы что-то говорите, я захожу, просматриваю, ну, блядь, ну, если там что-то адекватное, к сожалению, там, ну, не всегда пишут. Боится, что его, там, обзовут плохим, ну, как бы, видимо, меня все же не обзывают, а я что-то... Нет, в том-то дело, что меня тоже всю жизнь обзывает, меня там никто не верит. Нет, тут как раз тема-то про звезду, то, что у нас сейчас чувак, мы ему хотели нарисовать звезду на лбу, да, то есть, как бы, ну, не то, чтобы хотели, у нас есть задание, которое... Одно из них такое, оно по желанию, то есть, и мы, мы плавно, ну, как сказать, начинаем разводить этих парней на это задание, потому что мы предлагаем вначале, давайте кому-нибудь нарисуем звезду на лоб или смайлик, вы пойдете так. Когда мы это, когда мы это предлагаем, желающие оказываются те, кому это меньше всего нужно, а вот как раз парни, которые боятся показаться какими-то не супер-крутыми, они сидят до последнего, терпят. Да, самое интересное, когда мы говорим, кто хочет, поднимают руки там два-три человека, как правило, это типы, у которых и так все классно. Все остальные там начинают врастать в стулья, еще куда-то молиться там всем богам, лишь бы только этого не произошло. Вот, потом, когда мы объясняем, зачем это делается, потому что есть определенные причины, эффект от этого задания сумасшедший, да, что они начинают все больше и больше соглашаться на эту звезду. Вот, и сейчас просто был показательный момент, когда одному из, как бы, членов секты предложили это сделать, и ему нужно было больше всего, потому что у него реально прям вот такая боязнь, что вот выглядеть не крутым, не дай бог кто-то будет думать, что я какой-то идиот, что я что-то еще. И это очень сильно мешает знакомиться, потому что ты внутренне все равно в себе насколько-то сомневаешься, и ты боишься, что тебя, короче, вот сейчас прям вот, блядь, раскусит, что ты не крутой, да, и от этого мужчина пытается показаться лучше, чем на самом деле есть, и зажимается, напрягается, это становится только, результат только хуже. В общем, вот, и у нас чувак так и не согласился сейчас, самый тот, которому эта звезда нужна была, он не согласился на память о задании, но он пошел без звезды. Получается, что я там, ну, боюсь сниматься на камеру, я тоже боюсь показаться не крутым. Плюс, кстати, очень большой плюс командной работы именно группового тренинга, что парни видят, как соглашаются другие, и тоже у них начинается реальное желание нарисовать себе звезду, посмотреть, как у них это получится. Поэтому в этом плане групповой тренинг намного лучше индивидуального. Да, то есть, такое простецкое задание, и кто-то сейчас опять будет критикой диванной говорить, там, зачем, что, как, можно нарисовать себе маркером смайлик на башке или звезду, можно наклеить клоунский нос, там, пластырь вот такой всю голову, можно пойти полежать, прийти в торговый центр, просто лечь на пол, как бы, несколько, там, секунд, минуту, две, три пролежать. Парни, вы, возможно, думаете, что Вова сейчас говорит какие-то вообще, в смысле, зачем это нужно, да ты там, типа, сам попробуй. Давайте так, если это видео наберет больше лайков, то я это сделаю, вот все о том, о чем говорил Владимир, я сделаю это на тренинге, вернее, не на тренинге, а на видео, покажу, как это делается, самые трешовые задания. Можете, кстати, в комментариях написать, что вам очень страшно было бы, чтобы вы не хотели ни в коем случае показать девушке, я сделал, ну, в рамках уголовного кодекса. Да, подожди, еще не все, то есть по поводу вот этих заданий, они позволяют тебе заглянуть за рамки своих каких-то возможностей, своего ограниченного мышления, да, представления о себе, что ты же, как у нас сегодня один тип сказал, это не солидно. Конечно, не солидно, все настолько боятся потерять свое лицо, что ходят в каких-то масках, которые мешают им жить, и, соответственно, вдруг девушка подумает, что я какой-то югилот, я не понимаю, поэтому я лучше к ней вообще не подойду. А Юра не хочет ничего с этим делать, хотя на самом деле, самое главное, чтобы он мог помочь клиентам на тренинге, да, но вот ты признаешь, что у тебя есть такой косяк? Что ты, естественно, вот, типа ты зажимаешься, и когда тебя снимают, ты перестанешь. Да, как это можно не осознавать, потому что, ну... Ну, то есть признание этой проблемы, оно уже, в принципе, ведет к тому, что, может быть, когда-нибудь будет решено. Я давно это все признал, я просто не ожидал, что у меня такое будет, я выступал там в КВН несколько лет, вообще все время был на сцене, пел, причем, песни. Самое, что интересно, как бы, ну, это все время снимала камера, смотрели люди, а именно вот говорить куда-то в одну точку, что-то там при этом мыслить еще, ну, у меня бывает растождествление. Кстати, очень-очень важный момент, Юра сейчас сказал, что он даже не ожидал, что у него такое есть. Просто я часто слышу, когда парни говорят, да, у меня все нормально, ты откуда знаешь, что нормально у тебя или ненормально, ты это пробовал делать, это очень распространенная фишка, да, у меня все нормально, но при этом я не пробовал, ни разу не знаю. Скажут, а зачем нам это пробовать? Ну, это к тому, что некоторые действительно настолько, подходя к девушке, когда в полях за ними наблюдаешь, превращаются в какого-то мачо-мэна, да, то есть я вижу эту разницу, как этот чувак выглядит в зале, когда он расслабленный, спокойный, да, там, перекрестился, слава богу, что закончилось, и когда он подходит туда. Ну, да, ну, то есть если ты хочешь, чтобы каждый раз общение с женщиной было для тебя таким вот стрессом, да, что тебе надо, сука, одевать этот костюм там суперкрутого чувака, и не дай бог он где-нибудь там не разойдется, не отстегнется, его молния, ради бога. Если ты хочешь, в конце концов, по итогу превратить это в какой-то, ну, естественный процесс, такой же, как, не знаю, подойти с другом поздороваться, поболтать, и кайфовать там от этого, ну, легко себя чувствовать, тогда этим нужно заниматься. И вот этот страх быть не крутым, он, сука, очень сильно мешает людям, в том числе он мешает им изначально даже приходить на эти тренинги, потому что, не дай бог, ты что, я что, лох, что ли, куда от тебя пойду, ну, чё, все узнают, что я не крутой. Чё, пожелаем Владимиру приятного аппетита. А вам-то пожелаем или нет, или вам жрать не принесли? Нам больше ничего не принесли. Желаем Юрия справиться со своим, этим, страхом. Хэштег Юра, справься. Юра, справься, блядь. Отправься, наверное. А вам, ребят, пожелаем работать над собой, да, решать свои какие-то проблемы. Замечать их и развиваться в общении с женщинами, в том числе, ну, раз уж мы этим вопросом занимаемся тут, и приходить к нам на тренинги для того, чтобы вместе с вами могли вам в этом помочь. И быстрее вы получили тот результат, который хотите. Тренинг-практика, который будет на майские праздники со 2 по 5 мая. Вот такой он и будет тренинг, потому что мы добавили целый лишний день. Это самые крутые майские праздники, которые ты только можешь себе представить. По ссылке под видео записывайся. Настоящий есть. Увидимся. Парабай. Лайков с вас и много-много комментариев. Пока.